вот сегодня я пришел на огород здесь вот я мы с матушкой же посадили матушка людьми отца и акима жена вот она чеснок это она с осени посадила сейчас он сходит а здесь этому морковку с ней где-то с недели тому назад посадили засыпали соломой и даже я пришел еще другие грядки тут надо бы ископать тут у нее еще тоже прошлогодний чеснок растет целого всего гряда молодец струженица в этом у нее да просто талант от бога вот я смотрю неоднократно целые кучи это крот поработал при том крупный крот сейчас покажу не туда матушка дала один совет вроде как избавиться от кротов можно она в своем доме там вот сейчас вам покажу вот этот иосиф первый домик построил который иначе на 4 купил у него гостей принимаем тоже вот тот вот ее дом в доме есть проходишь под крышей как бы в виде коридора такого я сейчас заметил что летом там ни одного комара нету вообще ни одного то есть перед тем как зайти в этот коридор комары летают тучами зашел ни одного комара вышел опять комары то есть я у нее спросил гру как так я как-то странновато даже агата я там когда-то вид шерсть немножко пожгла эту овечье шерсть и все год не мышь не крыс то есть никаких насекомых и вот здесь это она посоветовала тоже немножко нам деревне у нас по устало запрещено что-либо сжечь потому я тут ямки немножко поджег сейчас чуть-чуть и все то есть подать хотя бы запах ну и с этим на райзору и даже посмотрим хотя вот эти кучи они показывают что они еще нет не свежие как я понимаю это она скорее всего он сделал это осенью еще по осени когда когда я уехал уже эти кучи не было и большие кучи вот моя рука лежит вот такая куча здоровая то есть они маленький крут он тоже он целый бугры нару есть капканы у нас капканы я стал но у меня почему-то на капканы не получается сколько в перчатках вроде пробовал ставить чтоб мой запах не у них у человеческий особенно маленький те вообще не попадается даже пробовал интернете посмотрел ролик а то что трех литровую банку ставить закапывать вроде он туда упадет тоже не сработал он едет устиного алексея сын старший школу поехал знание набираться на богосытого господь даст во всем разумение вот и как бороться пока еще толком не решил ну раз свежей кучи нету может даже он сюда и не вернется ушел класса в другое место посмотрим потом в дальнейшем как свежо появится куча так вот тут тоже вот норку я нашел вон она видно дыра у него уходит в том году я тоже ставил капканы тоже он зарывает и все эти капканы не получилось у меня и к чему я еще участок утром смотрел ролик за что забанил меня шахматов это сергей пупков говорит о себе то есть о том как он к нам приял гости алексей виктор из шахматов из москвы журналист был там барнаульской общине он обеседовал с иначе на чем а сергей пупков снимал он его отвозил потом в аэропорт чтобы полетел в москву видимо тоже может даже встречал и вот он где-то у него состоялась не беседа вот и он ну как беседа он будет я привел пример того как по молитве его господь исцелил у него сына то есть и вот это чудо произошло где-то постился молился три дня вот например в евангелии от я на в девятой главе в тридцать первом стихе я вам сейчас зачитаю сейчас вам покажу это вот меня новый завет и псалтырь вот евангелие от я на 9 главах 31 стих начну с 30 человек прозревшие сказал он в ответ это и удивительно что вы не знаете откуда он а он отвез мне очень то есть он говорит о христе но мы знаем что что грешников бог не слушает ног че кто чтит бога и творит воли его того слушает прошу прощения кепку не снял вот то есть что из этого можно сделать какой говорится вывод то что но мы знаем что грешников бог не слушает то есть и ты пребываешь грехе и притом не хочешь с ним расстаться бог тебя твоему лету не услышит о себе ли ты молишь другом то есть у тебя нет желания расстаться с грехом то есть вот я вот когда вот я лично обратился я полностью осознал свое ничтожество то есть что мне без бога ничто не сделать то есть я в грехе так и погибну вот это мне заставило встать на колени но я уже на тот момент уже читала всю слово божие а этот человек он как раз не стремится к этому он говорит что ты меня этими цитатами тоже он горю неоднократно игнать он еще то есть если ты не принимаешь совета то что на основании слова божия как бог велит нам спасаться не как мы хотим или как мы предполагаем а именно как бог нам велит спасаться но кто чтит бога кто чтит бога вот например еще есть такой вот а как чтить бога например вот апостол павел был в этом обвинен потому читаем в деянии 18 глава 13 стих а тут себе кое-какие места писания пометил вот у меня есть утром сегодня сидел за словом божьим и молился и что господь положено сердце положил то есть как чтит его там иудеи обвиняли что он не чтит бога то есть вине учит людей чтить бога не по закону то есть это имеется в тот момент ветхий завет но если бы дойти до самой сути если вот так вот сесть и на основании вот этого же ветхого завета разобрать как апостол получил людей чтить бога они бы оказались неправы то есть они будут видеть ложность своих обвинений то есть они вам придумали эти обвинения на самом деле они были неправы как ты вот как ты чтить бога должен то есть никакой слово божье там все показано то есть его заповеди написаны тоже и творит волю вот того слушает волю надо то есть волю божью надо знать опять же и священное писание ты должен знать ты должен не качество от него тогда ты будешь знать и исполнять повеленное богом и тогда господь из услышит твою молитву вот одно из качеств то есть вот так при мудрости соломона сказано 1 глава 4 стих почему человек грится не слышит его господь молитву потому что он сам не хочет расстаться с этим грехом еще раз повторюсь что еще дальше у нас есть то что там сергей тоже почти вот например у меня он год ягод молился когда он уже его проводил на нем помолился его сыне как он попросил помолиться его сыне да ему пришла такая мысль что от бога что сын его не будет исцелен то есть я отверну твою молитву не услышали почему потому что человек должен отстать от греха вот тогда сына будет исцелен сергей брат сергей приводит место писания о том что как 1 1 отец приводит сына своего бесноватого и обвиняет его учеников иисуса христа в том что они не смогли его исцелить и что господь об этом говорит а там мы читаем матфея 17 глава 14 стих сейчас вот я попробую открыть 17 глава 14 стих ну тут меня вот выписано написано урод неверный и разращенный доколю буду с вами доколю буду терпеть вас приведите его ко мне сюда урод неверный и разращенным то есть человек прибывающий грехе как ты можешь молиться о ком-то когда ты сам прибываешь грехе ты должен исправиться в эту же как говорится в этот же час в этот же день ты должен остаться с грехом и тогда будешь молиться ходатайство за кого-то либо другого вот и здесь говорится что ли приведите его ко мне то есть кого сына то есть тому отцу он говорит приведите его ко мне своим апостолам ну впереди человек тот отец должен исправиться то есть начать читать слово божие исполнять заповеди христовый и тогда молясь господь услышит его молитву то есть поверье ваше да будет вам то есть ты будешь верить в исцеление то что вот брат сергей пупков показал на своем личном примере то есть он год я молился постился три дня господь услышал ответил уж как дальше там сын пошел богу не пошел это ты его зависит уже но он был исцелен что там еще ну там многие конечно люди там то что там сергей выражается словами личная как вот я лично я бы конечно не стал бы эти слова писать но здесь надо смотреть почему сергей такие слова например написал да там эти сигареты сосками назвал там еще что-то там женские половые органы вот не в этом вся суть а то что он хотел через это человека это встряхнуть то есть у него намерения были благие тому чтобы человеку показать всю эту мерзость этого греха у меня есть один пример такой я как-то одна женщина написала что она сама православная уже нет на не один год ходит в храм подходит под причастие то есть поведать причащается с виду благочестивая женщина вот но тут ее сатана подловил то есть она живет одна с сыном и у нее взыграла внутри похоть то есть захотелось просто мужчину что она сделала нашла то есть господь попустил чтобы показать всю эту мерзость ее ее помыслов и она сблудила и когда где-то мне так это все стало мерзко говорит на душе от того что произошло то есть она стремилась вот есть можно привести как бы аналогии пример отец ведет ребенка да а ребенок там увидел что-то там вдалеке и что-то ему понравилось он где-то вот я хочу то или там я хочу туда-то пойти отец нет не надо не ходи туда это опасно а сын все равно нет я пойду и все но и отец как бы в сердцах руку отпускает вроде иди раз ты так желаешь это же господь иногда попускает нам этого то есть он предпускает свою благодействующую руку то есть вы благодать нас отходит и человек оставляет хочешь ты идти по греху значит иди и вот тогда то ребенок мы знаем что ребенок не просто как ему бывает что да он там пойдет что-то сделать но он все равно возвращается к отцу то есть он понимает без него он ничто и он погибнет даже и здесь человек может да согрешить но пойма что без без бога ты ничто ты должен к нему стремиться его исполнять заповеди святые мне еще нравится библейский пример пророки ильи это мы читаем 3 царств 18 глава 21 стих там об этом говорится что сейчас вам процитирую прочитаю слово божие и подошел или я ко всему народу и сказал долго ли вам хромать на оба колена если господь есть бог то последуйте ему если ваал то ему служить последуйте и не отвечал народ ему ни слова даже и здесь то есть вот этот яркий пример пророки ильи что доколе нам верующим хромать на оба колена то есть если ты избрал господа бога творца неба и земли ему служи ему поклоняйся его исполняй воли его заповеди исполняй но если ты хочешь служить греху дьяволу у тебя и свободной воли ты вправе выбирать свой путь но за все это как вот есть что там юноша там веселись там своей юности да там но все придет на суд то есть за все ты будешь отвечать там будет нелицемерный суд вот многие там обвинили сергей обвиняясь что он там такие слова говорит вот что он там ну например там сказал о сыне в эту переписку вскрыл все что у него происходило да с этим человеком ну может бы этого и не надо было конечно делать но с другой стороны мы знаем что во всем есть промысел божий то есть если бы сергей не рассказал этот случай о своем сыне что у него это с ума сошел как можно сказать шизофрения у него было тогда бы тот алексей бы не открыл бы свою историю об этом о своем сыне то есть во всем видно промысел божий вот например вот я когда приехал вот я там на урале будучи еще с братьями с андреем с володей общался ходил на занятия по слову божьему вот первое коринфянам 14 главе там написано что если войдя ваше общество там верующий не верующий или не знающий то есть и будет всеми обличаемый сейчас я попробую найти 1 коринфянам 14 глава 16 одно рукой конечно не очень удобно постараюсь постараюсь так это 15 также так вот так подойдите 24 стиха вот первое кориффином 14 Но когда все пророчествуют, и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он пойдет в Ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть, когда ты по-настоящему попадаешь в общество людей, которые знают Бога, которые стремятся к исполнению Его заповедей святых, Дух Божий через них будет побуждать тебя обличать, наставлять. Как это будет происходить, какими словами, какой интонации человек подойдет, это уже как Господь ему положит на сердце. Бывает, что вот там он приводит пример, что его там назвали так-то, так-то, да, и он через это начал, как говорится, не поститься, а именно вот диету соблюдать, и он похудел. То есть, опять же, не то, что тебя там гладили по головке, а именно так вот тебе строго кто-то сказал, и ты сразу через это пошел на исправление. Также и здесь нужные эти были, видимо, слова сказать, чтобы побудить его к исправлению, чтобы не обращаться, что я верующий. То есть, вот, он даже, вот, Алексей приводит пример в одном своем ролике, что ему дали большой пинок, и это очень далеко это отдвинуло от Бога. Это, наоборот, говорит о том, что тебе показали, что ты неверующий, чтобы ты себя не обольщал, что ты верующий. На основании Слова Божия, неоднократно звучало Слово Божие, как он говорит, цитаты эти. Цитаты — это Священное Писание, это Слово Господа живого. Если ты его не отвергаешь, то ты отвергаешь самого Бога уже. Кто отклоняет ухо от своего отслушания закона, того и молитва мерзость. Все. Не хочешь слышать Слово Божие? На этом все. Точка и аминь. То есть, ты сам себя обрекаешь на вечную погибель, на вечное мучение. Уже здесь, при жизни, не только говорю о вечности, что будет. То есть, я желаю этому человеку, Алексею, чтобы он все-таки потянулся к Святой Библии, чтобы полюбил это Слово Божие, начал молиться искренне перед Богом, искренне пожелал отстать от греха. То есть, без этого не будет, без нашего желания. Господь нашу волю не нарушает. И то, что он сюда приехал, это, опять же, промысел Божий, чтобы Господь через это его вразумил. Чтобы он не пускался, как он говорит, что он его там больше потянул, материться, курить, блудить. Нет. Это его сатана потянул. Почему? Потому что у меня был тоже в жизни один опыт такой. Я когда уверовал, ко мне приходили мои друзья, те, которые еще в миру со мной были. Они тоже Библию послушают, там пойдут покурят, а потом опять послушают. А потом вообще перестали ходить. Я говорю, что перестали? Ну, как Библию послушаем, так мы сразу, где-то, на неделю в запой уходим. Вот так вот сатана, как говорится, их обрещает, обманывает, что вроде ты, слушая Слово Божие, тебя еще больше в грех погружают. Это обман. Со мной этого не было. То есть я услышал Слово Божие, поверил и исполнил. Это меня, наоборот, побудило к покаянию. Все зависит от тебя, человек. Расположи сердце к тому, чтобы не грешить. И Господь пошлет благодать твою и поможет тебе. Все. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Слава Христу. Слава Христу. Продолжение следует...